Кремлевская пропаганда Слушайте, например, какие вопросы якобы задавали украинцы луганскому бате-пасечнику. Рабочих социальные программы, которые помогут им переехать в республику. В принципе, эти жители, они не виноваты в том, что они на сегодняшний день проживают там. Работяги рвутся работать в Святую Луганду. Это там, где шахтеры одну восьмую зарплаты по полгода ждут. У нас, меня простите, половина народа рассчиталась, уехала на заработки, потому что шахтеру, который человек, который когда-то ценился. Везде у нас шахтерский край, шахтерский край. А какая гордость за шахтерский край? Если я пришла после ночи, я не могу на детей смотреть, они голодные. Они просто голодные. Студенты тоже готовы бросить все и махнуть за дипломом на оккупированные территории. Украинских студентов интересует бесплатное обучение в наших вузах. Чтобы потом положить этот диплом под шатающийся холодильник. Короче, чуть ли не вся Украина процветанию Луганской народной завидует и переехать мечтает. И здесь возникает простой как двери вопрос. Ну неужели есть те, кто в это верят? Пять лет прошло, поколение выросло. И как-то жизнь, она же суровая и беспощадная. С одной стороны, люди привыкают к тому, что происходит. А с другой стороны, ну очень сложно обманывать себя или давать себя обманывать столько времени подряд. А еще бросаются в глаза методички, по которым работают новоросские а-ля независимые СМИ. Одни информационные поводы, одни акценты и даже до боли схожий текст. Вот, например, одна из программ в Святой Луганде вешает лапшу на уши зрителям, выдавая петицию в интернете чуть ли не за готовый закон. Такой зрады не ожидал даже за президент. На официальном сайте украинского гаранта появилась петиция, в которой главу государства просит восстановить авиасообщение с Россией. Ребята молчат как рыба, что петицию может написать каждый. Даже с самым абсурдным предложением. Но вот проходит всего ничего и посмотрите, что показывает уже совсем другой местный проект. На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить запрет на прямое авиасообщение с Россией и полностью снять железнодорожную блокаду Крыма. Ну и да, никаких московских методичек. Чистой воды – совпадение. С другой стороны, недоросы уже не особо скрывают ручное управление из Кремля. Послушайте, например, что рассказал один из топовых строителей русского мира Бородай. Владимиру Путину конкретно, лично, каждый должен. Оказывается, что местные боевики жизнью обязаны лично Путину. Мол, без него не было бы русского Донбасса. У нас бы не было. Так же, как и не было бы русского Донбасса. И в этом свете очень хочется уточнить, как подобные заявления можно сопоставить с основным кремлевским темником по Донбассу, где Россия якобы не сторона конфликта. Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом. То есть Россия настолько не сторона конфликта, что русский Донбасс существует благодаря Путину. Все помните, какая ситуация сложилась к концу, ну, во второй половине июля 2014 года. И если бы не его политика, не его решения и действия, то нас бы не было. Так же, как и не было бы русского Донбасса. Где логика, ребята? А еще хотелось бы уточнить, какие же такие судьбоносные решения принимал царь в 2014-м. Наверное, речь идет о вводе российской армии, что уже признал советник Путина Марков. Наши реально вошли туда в очень маленьком количестве. Три раза входили. Первый раз в августе 2014 года для того, чтобы спасти Донбасс от катастрофы. И вот в таком ключе с сложным пафосом, темниками и без малейшей логики людям выносят мозг из выпуска в выпуск. Но что особенно сложно переоценить, так это космического уровня цинизм буквально в каждой программе. Враг хочет всеми силами уничтожить мирных жителей Донбасса. Люди якобы так хотят мира и мечтают о нем. Мир для нас это мечта. Мечта коллективная. Что ежедневно продолжают убивать украинских солдат. Четверо украинских воинов загинули минулые добы поблизу Павлополя. Ворог стрелял из ручного гранатомета. В штабе ООС атаку называют провокацией. Они показывают десятки сюжетов, где местные якобы светилы науки взывают к мировой общественности. Минские соглашения, которые были подписаны уже несколько лет назад, выполняются, к сожалению, односторонне, только двумя непризнанными республиками. А Павшилин при этом показательно закатывает глаза. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестает обстреливать школы и жилые дома. Несомненно, что руководство Украины на деле к миру не стремится. Но сами при этом с каждым днем увеличивают интенсивность обстрелов, от чего гибли и гибнут украинские солдаты. На фронте под час выполнения боевого завдания загинув бойец национальной гвардии. Окупанты гатили из обороненных минометов, великокалиберных кулеметов, стрелецкой зброи и ручных протитанковых гранатометов. Дошло до того, что даже отдельные новоросы стали признавать, что ни о каких зверствах ВСУ не может быть и речи. А Украина делает шаги для восстановления мира. Во-первых, перестали гибнуть гражданские. Обстрелы, так сказать, нельзя сказать, чтобы очень активно ведутся. Развод войск у станицы Луганской произошел. Вот только такие единичные случаи просто меркнут на фоне массовой прокачки мозгов и фейков. Чтобы объяснить пастве гибель украинских солдат, при том, что боевики якобы не стреляют. Всеми своими действиями Донбасс демонстрирует, что хочет мира. Мы открыты к диалогу. Пропагандисты придумывают самые циничные небылицы. Причем, прежде чем врать, забывают договариваться. Как в Луганске в истерике рассказывали, что четыре украинских морпеха погибли от взрыва своей мины. В украинском тылу из-за нарушения техники безопасности при разгрузке мин погибли четыре украинских морпеха. А виноваты в этом почему-то оказались республики. В Донецке, чтобы оправдать свои обстрелы, выдумали якобы штурм ВСУ. Мол, боевики вынуждены были стрелять в ответ. В Новоазовском районе около 23 часов противник предпринял попытку прорыва оборонной республики. Атаку оперативно отбили. Ну а поскольку в реальности никакого штурма не было, пропагандистам пришлось показывать настолько свежие разрушения, якобы от боя, что на деревьях вокруг нет листьев. И это, на секундочку, в августе. В командовании народной милиции заявили, что в случае отсутствия в ближайшее время реальных действий по поддерживанию мира, цитата, наш ответ будет симметричным. С другой стороны, такая тактика местной верхушки вполне себе объяснима. Ведь если не пугать людей страшилками, скажем, об игиловцах в рядах ВСУ, или вечными наступлениями украинской армии. Укропы, вы или бессмертные, или из ума выжили окончательно. У меня впечатление, что у вас инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. А еще не забивать голову людям сказками о всеобщем процветании, то они обязательно начнут обращать внимание на суровую реальность. Завтра на набережной города Донецка состоит чемпионат по пляжному волейболу. Однако уже сегодня спортсмены имели возможность размяться, сыграть между собой. Это, кстати, отличный пример. Редкий Недорожский канал в эти дни не показывал, внимание, международные соревнования по пляжному волейболу. Почему международные? О, друзья! В Донецк съехались игроки из других стран. Ну как другие? Из Луганской народной. Гостик заявились, созволили принять участие в нашем турнире с Краснодона, три пары Луганской народной республики и с города Овчевска. Тоже Луганской народной республики. Но фишка не в этом. И даже не в отсутствии трибун или колхозной картинки, нет. Просто очень хотелось уточнить. Серьезно? На набережной? А не боитесь, что от запаха тухлятины спортсмены сознание начнут терять? Полно всякой живности, я же говорю. Раки, рыба, рыба мелкая. Ее дофига. Ну, видать, уже не первый день. Кальмиус в районе Донецка буквально усеян дохлой рыбой и животными. Мы много раз говорили о возможной экологической катастрофе. И вот она пришла. Качество воды просто ужаснейшее. И мы промолчим о том, что реку за все эти годы никто и не пробовал чистить. Вопрос в другом. Что такого боевики сбросили в Кальмиус, что речные жители вымерли в считанные дни? Видите, какой тут только рыбы нет. И Обама, и Окунки. И вот вам подтверждение. Дохлые раки. Причем на местных каналах на этот счет, если и говорят, то только сладенькое. Мол, спокойно, холопы. Это из-за жары мормассовый. В республике все хорошо, все счастливы, мечтаем о мире. Хотя купаться в реке запрещено, Дончан это не останавливает. И, похоже, не беспокоит даже такое неприятное соседство с мертвой рыбой. И от всего этого веет каким-то лютым совком. Будто бы Донецк машиной времени перенесли лет эдак на 40 назад. Где у человека нет ничего, зато по телевизору он впереди планеты всей. Тот случай, когда виртуальные миры не имеют ничего общего с реальностью.